Это очередь на Зарю. Скоростное речное судно в этом году отправится в сторону Маны. Дёшево можно только на нём. Это направление субсидируется из краевого бюджета. Цена и правда очень низкая. Всего 154 рубля. Пассажиры в основном пенсионеры. У многих на реке в том районе дачи. Все помещаются или кто-то не помещается? Не всегда. Не всегда все. Кто-то на берегу остаётся? Да, бывают случаи. Мест не хватает? Да. На борту судна всего 50 мест. Сегодня 28 человек капитан собирает на набережной за торговым центром. Следующая остановка – речной вокзал. Там, говорят, желающих добраться до дачи водным транспортом гораздо больше. Дважды в день, а в выходные трижды Заря отходит от Красноярска полной. Судя по всему, большой спрос и на рейсы до Дивногорска. По крайней мере, раз объявление об отсутствии билетов здесь появилось. В пассажир речь трансе нас уверили про объявление, слышат впервые, но текст его настоящая правда. Рейсы в Дивный город отменили несколько лет назад. Судно всего одно, и его решено пустить до Маны. Он социально значимый. Изначально было для перевозки дачников, в Боровом и там, где же, в городе средненачально. А уже линия Красноярска-Дивногорска – это чисто коммерческая, туристическая. Она не всегда бывает оправданная. Бывает месяц, потом это дожди, туманы, и люди спросом не пользуются. Тоже накладывают свои отпечатки, чисто финансовые. Закупать новый водный транспорт очень дорого. В бюджете нет столько денег, поэтому пока приходится обходиться зарёй 83-го года рождения. Наряду с этой проблемой активизировались и туристические агентства. Они с радостью предлагают красноярцам маршруты до Дивногорска, например, на Юнге. Стоимость – до 1900 рублей. Мы предлагаем в этом году до Дивногорска в определённые даты. 2 июля у нас будет такая прогулка, 9 июля будет такая прогулка, 13 августа и 3 сентября. То есть это прогулочный теплоход, это уже не скоростное судно. Идём мы спокойно, пятичасовой рейс, доходим до Дивногорска, возвращаемся назад. Есть регулярные путешествия. Каждую субботу там, как говорится, всё включено. И питание, экскурсия по музею Дивногорска. Это совместный проект с компанией «Краспригород». В одну сторону увозят на теплоходе товарищ. Вот он, в обратную, на электричке. Возможен и вариант наоборот. Сейчас у нас забронированы практически полностью все места до 5 августа. Остаётся небольшое количество, которое мы сохраняем до последнего. Сколько человек за раз перевезет? За раз мы можем перевезти теплоходом 100 человек. Такое путешествие продлится несколько часов и обойдётся в 1500 на ребёнка и в 2150 рублей на взрослого. Так что желающим прокатиться до Дивногорска с ветерком придётся изрядно раскошелиться. Ольга Хохлова, Андрей Ткачук, Афонтова новости.